Как-то раз я проснулась одна и не поняла, где же все. Эйвена и Софи почему-то рядом не было. Я подумала, что я проспала и решила пойти ко всем. Эйвен, Софи, мама! Я звала их, но никто не приходил. И тут мне почему-то стало очень страшно. Неужели все куда-то исчезли? Я думала, что Софи в своей кроватке, но её там не было. Я подумала, может быть они и в другой кроватке? Я вышла из комнаты, но в нашем общем домике тоже никого не оказалось. И в другой лежанке тоже никого не было. Я ходила везде и вокруг и искала их по всему дому. И мамы на её кровати тоже не оказалось. Я решила пойти в комнату к хомячкам и спросить их. Но хомячков почему-то в клетке тоже не оказалось. Все куда-то разом исчезли. Мне стало очень страшно одной эти нюшеньки в большом доме, где нет никого. Все куда-то исчезли, исповелись, как будто их никого не было здесь. Я испугалась, что меня всё-таки усыпили, и теперь я в мире мёртвых. Но почему тогда он так похож на дом, в который меня забрали? Может быть я просто принимаю душ? Но нет, в ванной никого не оказалось. Неужели меня снова все бросили? Я подумала, может быть все просто завтракают? Но в кухне никого не было. И даже на всякий случай проверила стиральную машинку. Ну а вдруг, всякое бывает. Но потом я заметила, что дверь на улице открыта. Мне было очень страшно. Но я решила, что не хочу оставаться здесь одна. И попробую их найти. Вдруг они пошли гулять и забыли закрыть дверь. Мне предстояла огромная страшная лестница. Но я взяла себя в лапы. Пока дом. И стала спускаться по ней сама, без мамы. Я пыталась унюхать их запах на лестничных площадках, но ничего. И добравшись до первого этажа, я увидела, что дверь из подъезда тоже открыта. И это дало мне надежду. Я вышла на улицу совсем одна. На улице не было ни единого запаха. Ни одного следа. Все как сквозь землю провалились. Дул сильный ветер. И было очень холодно. Мое сердце билось очень быстро. Мне никогда не было так страшно. Мне было страшно потерять своих родных и близких. Единственных в этом мире у меня. Поэтому я преодолела свой страх. И пошла вперед. Мне показалось, что я почуяла след. И я побежала, куда глаза плетят. Где-то, откуда ни возьмись, я увидела кошку. Она стояла и смотрела на меня. А я на нее. Она на меня. А я на нее. Сначала я испугалась. Вдруг она нападет на меня. Ведь она такая большая, размером, как я. Но потом я поняла, что ей все равно. Жаль, что пока я не умею говорить с кошками. Я видела птиц и разные места. И когда я забралась на холл, я поняла, что я потерялась. Я потерялась. И теперь я даже не смогу найти дорогу домой. Я видела машину, подвальные окна и шла сквозь сугробы. И мои лапы мерзли. Я окончательно потерялась. И теперь я вообще не знала, куда мне идти. Но вдруг я услышала какие-то голоса. Мишель, Мишка, Миша, Миша, Миша. Просыпай, Мишка. Проснись, очнись, Миша. С тобой все в порядке? Ты какая-то испуганная. Ты так крепко спала. Я тут. Конечно, ты тут. Куда же ты денешься? И мы здесь, мы все дома, ты чего? Тебе что, в страшный сон просился? Значит, я дома. И вы тут. Конечно, и вот, и мама тут. Миш, ты чего? Вы меня не бросили. Конечно, сон. Улыбнись, Миш, все хорошо. Миш, мы с тобой навсегда. Подписывайся на наш канал Magic Family. Внизу красная кнопочка. И не забывай там нажимать колокольчик, чтобы смотреть видео самым первым. Пиши в комментариях, хочешь ли еще разных интересных историй от нас. И обязательно по голосу в вопросе. А еще липости это видео из нашей группы ВКонтакте и получишь видеосигну. И привет от всех нас с нашей мамой в будущих роликах. Жми на кнопочки и смотри еще видео. Не обижай, Мишу. Ставь ей лайк. Я за тобой слежу. Субтитры подогнал «Симон»